МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. В студии Милена Червякова. Коротко о главных темах выпуска. Дороги нет, есть стройка. На самом деле на полярном круге мы очень давно ничего не ремонтировали. На каких улицах Мурманска этим летом уложат новый асфальт и где уже начались работы? Проведем инспекцию одного из участков вместе с руководством города. Печальное продолжение истории пса Элвиса. Собака мучилась. Элвис был подвешен так, чтобы он стоял на задних лапах. Передние лапы были в воздухе. Узнаем, как развивались события у тех, кто следил за судьбой животного. Арктика культурная, Арктика креативная. Очень пока все интересно. Все новое. Всегда интересно пробовать, смотреть. Завершился первый день форума «Культ Арктика». Чем занимались гости и что организаторы подготовили на выходные. На Кольском мосту начался ремонт. Министерство дорожного хозяйства области сообщает. На подъездах к объекту установили знаки и щиты с информацией об ограничениях на участке и возможных путях объезда. Организации движения уделили особое внимание, отметили в ведомстве. Сейчас подрядчик демонтирует ограждения. Цоколь под ним и водоотводный экран. Сдать мост должны к 21 октября. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Мурманске по этой же программе, а также по плану «На севере жить» отремонтируют 57 участков. На пять уже вышла техника, еще на двух ведется подготовка. Городские власти проверили, как продвигается процесс на улице «Полярный круг». Пока воспитанники детского сада «Мишутка» играют в футбол, за забором рабочие меняют бортовые камни. Скоро на улице «Полярный круг» появится новый тротуар, а проезжая часть будет отремонтирована. Работы много – порядка 6 тысяч квадратных метров. Достаточно долго ждали, потому что на самом деле на «Полярном круге» мы очень давно ничего не ремонтировали. Надо отметить, что это единственная дорога к домам. К тому же этой дорогой активно пользуются посетители спорткомплекса «Метеор». Работы на участке начались 7 мая. Это один из первых объектов, где в этом году стартовала дорожная компания. Всего за строительный сезон специалисты должны отремонтировать по всему городу около 60 участков. «В том числе очень важно – это четыре перекрестка. В том числе такие перекрестки, как Кнепович и Полярный зори, которые вызывают большое количество вопросов и раньше являлся аварийно-опасным участком. Кроме того, закончим два капитальных ремонта. У нас второй этап работы завершается в этом году. Это улица Подгорная и Героев Рыбачева». По словам главы города, на улице Полярный круг подрядчик справляется с небольшим опережением графика, хоть объем работ и внушительный. Завершить ремонт здесь должны к концу сентября. Элина Шагенова, ТВ21+. В весенне-летний период дорожная полиция особое внимание уделяет двухколесному транспорту. Мотосезон открылся неделю назад. Аварий с участием байкеров еще не зарегистрировано. Самое время заняться их профилактикой. «Ребята, не гоняйте, соблюдайте правила дорожного движения и хорошего вам мотосезона». По словам заполярных инспекторов ГИБДД, мотоциклисты – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Автомобилисты могут попросту не заметить компактный байк на соседней полосе. При этом водитель двухколесного транспорта не так хорошо защищен от травм. Чтобы снизить количество происшествий, каждый сезон полиция проводит профилактические рейды, в ходе которых проверяют документы и экипировку мотолюбителей. К сожалению, далеко не все водители считают нужным останавливаться по требованию. Как, например, водитель оранжевого эндуро, который по правилам и вовсе не может ехать по дорогам общего пользования. «А подожди, может, мы можем его где-то обогнать? А вот он сейчас выйдет на дорогу». «Там лестница закончилась. Сядь, сядь, машина. Там закончилась лестница». Зачастую такие погони не приводят к результату. Ведь, нарушая правила, мотоциклисты могут проехать почти везде. Между рядей, по узким переулкам и даже лестницам. Но иногда у сотрудников получается найти их в соседних дворах. Как позже признался сам гонщик, до этого похожим способом ему удавалось уезжать от сотрудников не один раз. Правда, сейчас вместо того, чтобы ехать дальше, он решил остановиться у родственника. За нарушение молодой человек получил заслуженные протоколы. А средства передвижения пришлось забирать человеку с правами категория «А». «Мощность данного спортивного инвентаря была 223 кубических сантиметра. Все, что свыше 50, требует категория прав. У него водительство удостоверения отсутствовало. Также, соответственно, будет составлен протокол по статье 12.25 части 2 «Неуполнение законного требования сотрудников полиции об остановке». Инспекторы напоминают, что управлять мотоциклом можно только с правами категория «А». Кроме того, на водителя обязательно должен быть шлем. По желанию можно добавить и другую защиту. Тогда поездки будут не только интересные, но и безопасные. И для водителя, и для окружающих. Данил Скуратов, ТВ, 20М+. Громкая история убийства собаки в Североморске вызвала большой резонанс в соцсетях. Год назад мы снимали репортаж про Стаффорда Элвиса, которого избивали хозяева. Из той семьи его забрали, нашли новый дом. Долгожданный хэппи-энд, казалось, тогда. Что именно произошло после этого и есть ли шанс наказать виновника, в этих вопросах разбиралась Лада Егорова. Труп собаки нашли в одной из заброшек в Североморске. Заводчица Амстафов Ольга Маркова сразу поняла – это ее подопечный. Примечательный окрас и амуниция на животном развеяли все сомнения. Год назад с этим же поводком и ошейником Элвиса забрал мужчина на ответственное содержание. Тогда казалось, что пес попал в хорошие руки. Мы общались довольно плотно, ну то есть не только по собаке, просто спросить, как дела. То есть ну вообще абсолютно адекватный человек, то есть на первый взгляд. Я до последнего верила в то, что он просто кому-то отдал эту собаку, и этот уже кто-то это сделал. Из достоверных источников мне известно, что он пошел целенаправленно, его повесил. Ну то есть как бы, ну еще и убедился в том, что Элвис не сможет спастись, то есть вывернуться с ошейника. Элвис был подвешен так, чтобы он стоял на задних лапах, передние лапы были, ну в воздухе. Собака мучилась. Еще раз! Репортаж с этими душераздирающими кадрами мы делали год назад. С первыми хозяевами Элвису тоже не повезло. Собаку часто били. Ольга забрала подопечного, привела в порядок и надеялась, что больше такое не повторится. По словам заводчицы, свой поступок Сергей, новый владелец, уже после объяснил так. Элвис был неуправляемым и агрессивным, покусал его и ребенка. Однако с такими жалобами мужчина ни разу не обращался к заводчице. Да и люди, знавшие Элвиса, описывают его совсем по-другому. Эта собака сдавала мне тестирование около года назад. Есть агрессия на собак, именно зооагрессия, а на людей у него была очень благополучная реакция. Поэтому я, естественно, дала оценку, что собака социализирована, она может проживать в социуме в городе. Такое же мнение сложилось и у владельца зоогостиницы, где Элвис прожил полтора месяца. Показал он себя за эти полтора месяца как стандартный классический став. То есть невероятно дружелюбный, максимально подчеловека заточенный. Да, он был энергичный, он мог тянуть поводок, но не более того. Мы пытались связаться с Сергеем, последним хозяином собаки. Сначала мужчина согласился поговорить, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Случаи жестокого обращения с животными в Мурманской области – не редкость. В новостях мы рассказывали и о североморском живодере, снимавшем шкуру с бездомных собак, и о подстреленных бродягах в гаражах. Однако все эти истории не привели к уголовной ответственности по 245-й статье. В ситуации с Элвисом возможен реальный срок. Часть вторая – это то же самое влияние, совершенное группой лиц в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией. Почему я считаю, что часть вторая тут действует? Потому что это с применением садистских методов. Здесь будет очень много зависеть от работы полиции и, соответственно, и работы прокуратуры. Пока уголовное дело не возбудили. Правоохранители ждут результаты экспертизы для установления причины смерти Элвиса. Только после официального заключения появится основание для принятия такого процессуального решения. Лада Егорова, Максим Кравченко, Станислав Евглевский и Андрей Бричко. ТВ 21+. Вы смотрите новости на ТВ 21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Праздник, который отмечают в чтении стихотворений, песнями и речами. 24 мая – День славянской письменности. Мероприятия, посвященные ему, традиционно проходят на площади перед областной научной библиотекой. Звон колоколов на площади первоучителей открыл торжественное мероприятие в честь Дня славянской письменности и культуры. Русский язык, великое русское слово, был и остается мощной силой, объединяющей наш многонациональный народ. Праздник совпадает с днем, когда православные чтут память святых Кирилла и Мефодия – проповедников, которые и создали старославянскую азбуку. В нас великая сила. Словом можно ранить, можно целить, обидеть и наоборот превознести. Это великий дар, который необходимо хранить. В 863 году братья открыли путь к просвещению и укреплению взаимопонимания между людьми. В Советском Союзе дату забыли и только в конце 80-х годов 20-го века именно в Мурманске писатель Виталий Маслов предложил вновь ее отмечать. Спустя пять лет праздник стал государственным. Сегодня у меня утром с чего началось? Начали приходить поздравления из Болгарии. Недружественная страна, недружественное правительство, но народ задружен с Россией. И наши друзья поздравляют нас с нашим праздником. Это было, конечно, очень приятно. Это может быть то, что нам позволит очень быстро восстановить наши отношения. Вот именно такие праздники, в первую очередь, День славянской письменности. В День славянской письменности и культуры можно поздравлять всех, для кого слово является орудием труда. Педагогов, писателей, журналистов, работников культуры, а также всех людей, любящих и чтущих русское слово, культуру и традиции. Я памятник себе, воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознес все выше он головой у непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в подлунном мире. Мой страх переживет и тление убежит. И славен буду я. Лучшие решения в области горно-металлургической промышленности представили разработчики и производители из разных регионов страны. Специализированную выставку с инновационными системами, актуальными на производстве, организовали в Манчегорске. Металлургическое горно-обогатительное оборудование, автоматика, средства индивидуальной защиты. 28 компаний, большинство из них отечественные, представляют свои разработки на специализированной выставке «Металлургия. Горное дело». В Манчегорске она проходит уже пятый раз при поддержке администрации города Норникеля и Кольска Гымка. «Большинство иностранных компаний ушли с российского рынка, но вот здесь можно увидеть очень достойное замещение по тем технологиям и оборудованию, которые у нас стали недоступны». Ситуация сейчас дает возможность российским производителям выйти на новый уровень, найти новых заказчиков и партнеров, а выставка – площадка для прямого диалога между ними. «Я уверен, что наше общение будет продуктивным, плодотворным и послужит основой для наших общих совместных достижений». «У нас функционирует большое количество крупных промышленных предприятий, успешно функционирует, увеличивая свои производственные мощности. Мы со своей стороны оказываем и будем продолжать оказывать всяческую возможную поддержку для успешного их функционирования. Функционирование как новых, как действующих предприятий, так и новых игроков, принявших решение локализовать свое производство на территории нашего региона». «Роль правительства Мурманска будет более серьезная, чтобы все-таки делать производство на территории Кольского полуострова, чтобы здесь оставались технологии и рабочие места». Многие участники выставки уже создают свои представительства в Заполярье. «Два года назад нашим предприятием в Заполярном филиале был открыт проектный офис. Сейчас в городе Мончегорске, в завершающей стадии, находится открытие еще одного проектного офиса». Маски, полумаски, фильтрующие респираторы, шахтные самоспасатели. Российские производители уже поставляют их горнякам и металлургам. Новая продукция проходит тестирование на производстве и дорабатывается с учетом замечаний рабочих. «Именили материал, был жестковатый изначально, изменили корпус полумаски, доработали резинки, доработали еще какие-то детали». Охрана труда, производственное оборудование, его комплектующие строительство или освещение – эти стенды не остались без внимания производственников. «Чувствуется интерес людей к продукции. Все-таки вживую потрогать, пощупать оборудование, подержать его в руках для специалистов – это очень значимо». «Пообщались с некоторыми производителями. Был приятно удивлен, что, по сути, они могут производить вообще любое оборудование, любые детали, которые нам необходимы на производстве». «Такие партнерские связи, которые вот здесь приобретаются, они, в принципе, ни с чем не сравнимы. То есть, их трудно чем-то заменить. То есть, это очень важно, я считаю». «Новая инженерия» – направление, в котором активно работает Мончегорский политехнический колледж. Его программы позволяют освоить современные инструменты – аддитивные технологии, реверсивный инжиниринг, робототехнику. Колледж впервые участвует в выставке. Педагогам интересно партнерство с производителями. «Каждое предприятие – это эксперты, это целый пул задач, проблем, которые нуждаются сегодня в решении в рамках импортозамещения деталей, которые нужны сегодня производству, и разработки технологических процессов, и подготовки специалистов для решения различных задач. И, конечно, вот в рамках образовательной задачи мы можем это делать». Кроме стендовой работы в деловой программе выставки – серия встреч с представителями Кольской ГМК и конференция «Новые технологии в добывающей отрасли». К участию в ней пригласили также «Алкон» и «Ковдорский ГОК». Юлия Барабана, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. В регионе дали старт форуму «Культ Арктика». Это одно из главных мероприятий в рамках 86-летия со дня образования Мурманской области. Основная тема трехдневной программы – развитие креативных индустрий в Арктике. Впервые его провели в 2022 году. Тогда он занял третье место в одной из номинаций премии Russian Event Awards. Форум «Культ Арктика» проводится раз в два года. В этот раз организаторы поэкспериментировали с форматами и добавили передвижные секции. Деловая и культурная программа проходили прямо в автобусах. Мы действительно переживали, будет ли у нас отклик. Но отклик был такой, что за автобусами нам пришлось еще посылать служебные автомобили. Добровольцы из 17 крупных компаний региона посетили локации для волонтерских проектов. Первой точкой стал памятник работникам Мурманской судоверфи, погибшим в боях Великой Отечественной войны. Четыре месяца неравнодушные северяне приводили в порядок мемориал, ремонтировали и очищали территорию. Но главной целью был поиск данных о погибших бойцах. Мы копали, можно сказать, архивы, пытались выяснить, пытались найти фамилии, имена, отчества этих бойцов, какую-либо о них информацию, информацию про их жизненный путь, информацию про их боевой путь. Нашли очень много. Из 199 фамилий, представленных здесь, мы нашли 89. Второй локацией автобусного тура стал Арктический пляж на улице Подгорной в Бурманске. Для Ли это первая поездка в роли волонтера. Мужчина не пропускает ни одного спортивного мероприятия. В этот раз решил посмотреть, как добровольческая работа устроена изнутри. Очень пока все интересно, все новое. Всегда интересно пробовать, смотреть. На Арктическом пляже волонтеры провели культурную уборку. Участники команд собирали мусор. В качестве развлечения организаторы предложили конкурс, придумать для находки креативную историю, предположив, как она здесь оказалась. Мы сделали крышу. Также мы решили, что мы любим гостей. Соответственно, для этого нужна беседка из дерева. Это мероприятие нам показалось интересным тем, что оно еще связано с культурой. И наши проекты, в том числе тоже некоторые из наших проектов, направлены на восстановление культурных ценностей. Это тоже одно из направлений волонтерства, которое мы поддерживаем. Организаторы уверены, объединив разные направления, можно добиться больших результатов. Потому фокус направлен на сотрудничество. Развивать волонтерство через интерес, через коммуникации, через новые знакомства, через новые места – это всегда очень важно. Люди начинают дружить, люди начинают объединяться, люди начинают больше делать добрые дела. А это наша цель. Уже завтра на пленарном заседании все участники поделятся впечатлениями о поездке. Дискуссии пройдут в стационарном режиме. В них примут участие более 500 специалистов из Мурманской, Архангельской областей и Карелии. Кирилл Герпиняк, Данил Пугачев, ТВ21+. Некоторые мероприятия форума запланированы на выходные. А кроме этого регион отметит несколько праздников. Последний звонок – День Мурманской области, День химика. 25 мая прозвучат последние звонки. В долине уюта вчерашних школьников ожидают танцевальные поединки, выступления творческих коллективов, караоке. Впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту. Хедлайнером мероприятия станет диджей «Магнит» из Санкт-Петербурга. На эти дни в регионе будут действовать особые правила. Купить спиртное не получится. 24 и 25 мая продажа алкоголя запрещена. Насыщенная программа подготовлена ко Дню Мурманской области. В пятницу открылся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», где уже можно попробовать легендарные рыбные тошнотики. Заработал и уличный кинотеатр. 25 мая в научной библиотеке развернется фестиваль науки и фантастики. 26 мая на пяти углах состоится концерт, ярким завершением которого станет выступление Григория Лепса. Кломбу Мурманской области разбили на ВДНХ. Для фестиваля «Будущее в цветах» композиции подготовили все регионы страны. Основой стала Семужья река. На девяти квадратных метрах нашлось место для лишайников, ели, можжевельника, фигурок рыб. Ландшафтный проект создан сотрудниками Полярно-Альпийского ботанического сада. Они постарались показать все богатство Кольского края, разнообразие его флоры и фауны. Так, чтобы гости выставки, увидев островок Заполяря в Москве, захотели приехать на север. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru, на нашем YouTube-канале и в социальных сетях TV21, в Одноклассниках и ВКонтакте. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Заполяре по данным Мурманского гидромедцентра. В Кандалакши завтра осадки до плюс 9. В Умбе плюс 7, плюс 9 градусов. В Полярных Зорях осадки до плюс 8. В Апатитах плюс 5, плюс 7 градусов. В Кировске осадки до плюс 6. В Кавдоре плюс 11, плюс 13 градусов. В Мончегорске до 8 градусов выше нуля. В Лавозере осадки до плюс 9. В Оленигорске ожидается дождь до плюс 8 градусов. В Никеле плюс 5, плюс 7. В Заполярном осадке до плюс 7. В Североморске плюс 4, плюс 6 градусов. В Мурманске плюс 5, плюс 7. Осадки. Это были новости на ТВ21+. В студии была Милена Червякова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова